Ну, предупреждаю всех, что запись выкладывается в интернет, да? Так что, кто не хочет записываться, говорите заранее. Это ползайся в сторону. Нет? Против? Нет? Хорошо. О чем будем говорить? Что рассказать вам про йогу? Или слушаем ваши вопросы? Честно говоря, у меня прекрасно молчание у вас. Вопрос. Ум, пуском молчил, ладно, чтобы вы говорили. Берите, берите. Я чуть-чуть сейчас расключусь, попозже задам вопрос, пусть коллеги зададут, а я, я продолжу. Вы потом, да? Да, я потом, если с вашего позвоню. Давайте передайте коллеги, мы сейчас спросим, как у него вообще идет знакомство с йогой. Здравствуйте. Как практика? Практика хорошо. Получается, ну, пять-шесть раз в неделю. Ух ты, вот это да. Нормально, как обычно. Я вам завидую. Серьезно? Не получается, единственное, нидру делать в середине рабочего дня. Как-то сложно выкрыть там полчаса для того, чтобы полностью отключиться. Вот, но я начал делать нидру утром, после практики. Так. Вот. И какое самочувствие днем? Ну, иногда спонтанно так расслабление какое-то набегает. Вот я начал замечать. Еще, ну, вот такая с нидрой проблемка вылезла. Вот я раньше в Шавасане тоже замечал, что вот расслабление, расслабление идет в течение получаса. Где-то процентов так до 80, ну, не знаю, условно доходит. Так. И потом я понимаю, что вот уже сейчас скоро все, но остался один участок тела, вот, он всегда у меня один, эта лопатка слева. Я ее никак не могу расслабить. Ты начинаешь ее расслаблять, как бы заставлять. А пропустить нельзя? Ну, как? Или она мешает? Ну, там же говорит голос, что... Я понимаю. Если где-то напряжено, да, расслабь. Я начинаю расслаблять. Ну, как, знаете, как у Жванецка говорит, ну, вот, Федя говоришь, что не понятно, об чем. Так вот, я бы на уже месте пропускал, если возможно. И не старался ничего делать. Потому что, когда вы начинаете стараться, вы нарушаете, ну, процесс весь, да? Или нам мешает так. То я чувствую напряженный участок тела, один остался. Хорошо. Вы расслабляете классическое позе Шавасана? Да. Вы можете попробовать как-то руку построить? Положите на живот, положите в бок. Поэкспериментировать просто с рукой. Может быть, понимаете, бывает самая неожиданная вещь. У меня однажды одна пациентка тоже, значит, как бы она, ну, не могла расслабиться, а потом выяснили, что нужно просто закрывать глаза в Асанах. И все, да? Глаза закрывать в Асанах. Наделся глазами. Ну, еще был случай, когда парень, где-то прошло прилично времени. Ой, говорит, у меня право брось, говорит, оказывается. Да? Вот если, говорит, я вот это помассирую, да, и перешиваться, ну, и все прекрасно. Нет? Вы понимаете, вы должны просто, как бы, немножко приспособиться к себе. Собственно, свои йоги, это правильная, ну, скажем, адаптация, да, к процессу занятий. И все. Какие-то проблемы возникают, нужно просто проводить, к ним творчески просто подходить. Да, кто вот расслабляется лучше на правом боку, да? Бывает, люди расслабляются лучше на животе. Такое тоже бывает, хоть и редко. Нужно просто, как-то, пробовать, менять параметры, да? И все. Но ввязываться, потом, там, типа, расслаблять, там, ну, это неправильный ход мысли. Поэтому, как говорил Суворов, наплевать и забыть. И делать дальше. Значит, ну, шесть, пять, шесть раз в неделю, это замечательно. На самом деле. Вы делаете это, как бы, с удовольствием. Без самопринуждения или все-таки? Без самопринуждения утром рано вставать и что-то делать, ну, невозможно, по-моему. То есть, дисциплина по-любому нужна, иначе просто она на нет сойдет со временем. Ну, ладно. Неделя – это ни о чем. Все-таки будем уточнять вашу практику постепенно и смотреть результат. Спасибо. Вы уже, или продолжим, или передадим еще коллеги. Ну, если вы так-то оставите, то тогда я пойду ва-банк. Ну. Я зашел на сайт. Я готов. Я хочу вас хакнуть. Я зашел на сайт и увидел выложенную, сформулированную, очень интересную тему, которая меня занимает. В чем разница между ментальной релаксацией и молчанием ума. Я был очень заинтригован этим. Она оказалась под замком. Ну, в принципе, я могу этот замок взломать, но если, предположим, вы сейчас хотя бы тезис на… Сейчас, сейчас. А, это же не моя записи, это звание, которая была платная летоси, которая бы не думала, а Елена. А, это Израиль. Да. Вы знаете, дело в том, что… Спасибо. Конференцию организовывала, попросили меня из Израиля, потому что я ездил 8 лет, но уже третий год, так сказать. Да, они, как бы, там полтора часа она длилась, там было человек 40, вот, и они сделают просто это платным. Там какая-то сумма, по-моему, платят. Да, да, ну, в принципе, в этом нет проблем, но я подумал, что как-то вот так, если, в принципе, поставить. Нет, они это по каким-то там своим соображениям, понимаете. Больше того, значит, записал я давно парень из стула, у меня интервью, 4 часа на полтора, говорит, я мне, если через месяц там как-то выложу в Фейсбуке, я говорю, дайте меня тогда послушать, да. Такие вещи могут быть, поэтому вы не удивляйтесь. Разница молчания и ума, ну, это все очень просто. Когда мы с вами, допустим, учимся в луко-релаксации, да, то, как бы, высшая ее стадия, это вот именно ментальная релаксация. То есть, когда мы выключаем сознание, да, вот оно расплывается и наступает физиологический покой. Во всех смыслах. В смысле церебральном, в смысле нервном, психическом и физическом. Полный физиологический покой. Или психозоматический, как хотите. При этом начинается что? Начинается, система начинает себя восстанавливать. И вот регенерация психозоматики. Собственно говоря, это интересует 99% людей, которые приходят за эмоцией, им нужно здоровье. Понимаете? И все. Но, значит, если мы этому делу, так сказать, научимся ментальной релаксации, да, значит, можем расслаблять тело абсолютно, подолгу остаться в неподвижности, то тогда можно идти дальше. Но тогда ум, тогда проясняется, мы не расплываемся, да, ум сохраняется четким, и мы наблюдаем за тем, что происходит, я наблюдаю, что происходит у меня в сознании, да, пока это сознание, его функционирование не затормозится. Это будет молчание ума. Ну, это происходит приятном сознании уже. Вот и все. Ну, грубо. Вот, и это интересно кому-то, ну, не знаю, кому, да, эти ребята, когда занимались этим, в Индии занимались уголосного брахмана, да, Нишатри, Нивайши, там, да, Нишудра, тем более. Ну, это было время, которым еще надо было делать, как хромили просто, да, вот, и у них, ну, они были умные ребята, видимо, у них, они пытались подойти к познанию мира, к восприятию мира, чтобы убрать субъективность. Чтобы было четко, ясно, да, то есть, уже было тождествиться. И тогда будет восприятие бессубъектное. Ну, вот, а к чему это ведет в натуре, ну, ни к чему хорошему, в общем. Состояние самадхи, оно непродуктивно. Молчание ума непродуктивно. Да, ну, да. Полное молчание ума, в смысле самадхи, оно непродуктивно, потому что, ну, как вам сказать, процессы, которые там происходят, они неоднозначны. Ну, например, если мы возьмем, например, Клода Леви-Стресса, да, знаменитого, так сказать, этнографа нам, и так далее, да. Структуральность, да. А? Структуральность. Да, 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 структуральная инвестика, он скажет, наверное, прожил там сотню лет почти, да. Ну, вот, так он, когда я изучал там этих ребят в Африке, то встречался с парадоксальными явлениями, да, то есть, вот, например, там племя какого-то живет, живет себе. Какого-то там здоровенный негр, допустим, даже в его же племени, он поссорился с колдуном, или там с шаманом, он оттого проклял, Лаври, всего, через три дня ты сдохнешь. Здорово, как в саране, он вздыхает. Все. А с чего начинается? Начинается кровоизлияние, лопаются капилляры. Да, потом кровоизлияние становится более массивными. Да, и все, и кредит наступает. Вопрос, как это может действовать, да. Ну, вот так и действует, собственно говоря, саматфель представляет, как мозг, он подключается к бесконечности, ну, перегорает и все. Как было с Шиванандой, собственно говоря, что такое, инсульт и все, да. Управляемая смерть, зачем это нужно? Я не понимаю, как меня это не интересовало. Меня интересовало прикладная часть. Вот, можно, конечно, было идти дальше. И эксперименты показали, что ничего продуктивного для этого мира и для нашей жизни там нет. Продуктивный момент то, о чем мы говорим, ментальная релаксация. Так, собственно говоря, ментальная релаксация, да, это есть определенная стадия молчания ума. Просто выключение сознания. И вместо с этим выключается и ум, собственно говоря, не очень далеко туда ходить, потому что там... Дальше не надо. Как у Васоцкого? Там хорошо, но нам-то не надо. Открыто в Лондон-Дели-Магадан, открыто все, но нам-то не надо. Ну, потом это требует занятия... Когда я общался с такой Анной Ткачевой, не знаю, где она сейчас, это было много лет назад, на работу в Институте Востока. Мне лет пять она прожила в Индии. Ну, в командировке. И там я, собственно, займала с йогой, и там как-то она далеко очень продвинулась. Вот, ну, там у меня работа была такая, она была сам себе режиссер. Тоже там изучение каких-то там обычаев. Все, и так далее. Вот, и ей сказал ее, там, этот гуру, что вот ты приедешь, значит, когда вернешься, ты это дело бросай, потому что находясь социальным этим взаимоотношением, зайдешь в сумму просто. Несовместимо. Социальной активностью, да? Ты можешь находиться в своем состоянии, да, и можешь жить в нем, но опять же получается, что... А ей давалось достигать этого состояния? Ну, да, она далеко продвинулась довольно-таки, да, да. Вот, ну, это знаете, на что похоже. Опять же, вот один мой пациент, он в Китае. Несколько я тоже прошил, и там занимался цигун, и там тоже есть же всякие этапы. Вот, такие-то очень интересные вещи делал. И потом вернулся сюда, изменяя климат, говорю, все, половина пропала, я уже не могу сделать. И температура ничего, ну, просто, вот, да, сама это. Вот, а я когда, допустим, помню, был на Мертвом море в Израиле, там же специфическое, там чудовищное количество солей, да? Вот, и вообще там соль, это она многометровая, и воздух насыщен. И ниже над уровнем, ну, то есть, ниже уровнем моря, там давление повышенное. И гибкость растет процентом на 25, сразу, автоматом. Унешься лучше, без всего. Оттуда уезжаешь, унешься, как обычно. Значит, да, то есть, это вот такие соображения, чтобы воспроизвести состояние, там и тут, это разные вещи, это первое, второе. Значит, да, допустим, если вы, ну, вот, если вас на год положить, допустим, сказать, лежать и не вставать. Да, были так эксперименты, экипадинамия. Потом начинается, кости теряют кальций, да, там, начинаются жуткие процессы. И потом человек, он как калека, он ходить даже не может, приходится, да? То есть, атрофируется мышечная система, да? Ну, представляете, если, допустим, человек сидит вот в этом молчании ума, большую часть времени, бодростая, пребывает в этом. Что происходит с интеллектом? То же самое. Дистрофия мысли, да? Поэтому лезть туда не надо. И мы не видим позитивных каких-то даже в истории, если брать, там, говорят, где-то чудеса, там, что-то где-то, где это, где можно потрогать? Слова. Ну, как так, так, так я вам отвечу. Такого вопроса, я совершенно не ожидал, что я могу его задать, но вот сейчас вы стали про колдуна говорить африканскую. Как вы относитесь к магии и к астрологии? К астрологии? Сказал бы, но образование не позволяет. Нет, ну я скажу, от чистого сердца, простыми словами, я скажу так, как в Ристоиславский, не верю. Значит, да, во-первых, значит, да, все эти выкупки собрать астрологические, за последние тысячи лет, контура созвездия сильно изменились. Это первое. Когда пользуются тем, что было когда-то, да, значит, они совпадают. Это первое. Второе, значит, да, каждый, каждую секунду в мире рождается энное количество людей, да, которые должны быть с одинаковыми свойствами, согласно астрологии, да, это тоже не подтвердается. Это исследовали. Но людям выгоднее, чтобы это было. Прошу прощения. После утреннего проноема в Москве всегда першит. Ну, так вот, в свое время, я вам приведу к аналогию, мы, наверное, здесь читали, слышали про Станислава Гроха, да, его эксперименты с ЛСД, там у него книжка такая отдельная, вот. И вот это вот перинатальная матрица, вот там у него было такое. Люди, которые, вот, так сказать, там, что процесс родов определяет все будущее человека. Ну, позвольте, в мире миллионы людей рождаются кесарами сечения. Как на них может содействовать? Все это, да? Не совпадает. Проверка не показывает, что это не то. Вот, поэтому, значит, да, лезть в эти вещи, хотят больше веры, чем знаний, не советую. И я сам этим никогда не увлекался. Вот, поэтому к магиям и отношения к магии сложный вопрос. Нет материала. Нельзя пощупать, к сожалению. Все эти там были у нас, вот, Джуна была, там, Давид Айшвили, там, такая некая Кулага нам была, с кого-то разоблачали, кто-то, значит, как бы оставался, ну, отчасти в неподозрении, да. Я могу рассказать такую вещь, вещь, которую я видел. Ну, например, если взять экстрасенсорику, да, то, как правило, есть люди выдающиеся, такие, которые, ну, есть способности. Вольф Мессинг, вам известный, там, Тофик Дадашев, там, да, еще несколько человек, вот, которые, значит, ну, реально какие-то результаты были, которые удивляли людей, и нельзя было их поймать ни на чем. Вот. Ну, вот, это был 2005 год, семинар был берет заворачивающий у нас тут, под Москвой. Вот. Приехал один парень из Казани, Татарин. Сейчас вам скажу. Наиль Харасов. Вот. И он приезжал на семинар раза три, по-моему. И я не, как бы, ну, потом приехал на третий раз, и я его не узнал, он вообще на себя не похож. Я в речем дело, он говорит, ну, я тут попал в тяжелую аварию, там, две клинические смерти, вот, и странная вещь происходит со мной. Я говорю, какие? Ну, говорит, ну, давайте, вот, смотрите, а там, это зима была тоже, и там корпуса так стоят, вот, как-то так, да, и здесь, ну, деревья растут, и идут, снег, и дорожка идет, по ней люди ходят, там и столовки. Ну, говорит, ну, смотрите, вот эта березка, вот там, я вот, направлю взгляд, и вот идут люди, один человек, два, три, пять, восемь, на ровном месте спотыкаются, начинают дико оглядываться, да, одна девушка побежала назад, человек смотрит, да, люди спотыкаются, ну, вот, да, что это, магия, не магия, я не знаю, что это такое, вот, я просто это видел, у меня сны там снятся, значит, ну, тип археотипических снов, таких, как Юнга описывает, значит, да, это была катастрофа тела, очень часто способность транссорная включаются, ну, скажем так, катастрофа тела, катастрофа сознания, вот, да, и потом уже, там есть несколько, скажем так, три типа этих экстрасенсов, если там есть такие способности, да, то есть, кто-то приобретает возможность снимать головную боль, там, зубную боль, там, успокаивать, все такое, да, человек может делать, может не делать, ему пофиг, есть такие люди, которые после этих катастроф получают способности эти, но человеку нужно все время там что-то делать, с кем-то, иначе он будет плохо, он должен, как бы, ну, способность его применять, постоянно, да, если у которого могут, но когда начинают применять, им становится плохо, от этого, понимаете, да, это все скользкая тема, в общем, да, статистики нет, больших выборов нет, и поэтому утверждать, что-то с достоверностью, насчет магии, ну, да, были какие-то вещи, которые, исторические феномены, там, был когда-то на Мальдивах, жил один такой чудак, 19 веке, ой, 18 веке, который, значит, за полгода предсказал, что приедет корабль, сколько он будет людей, какого времени суток он приедет, знал время с точностью до минуты, вот, без всяких часов, ну, есть такие отклонения от нормы, феномены. А они, как правило, чувствуют некие катастрофы? Как правило, да, или тело, или сознание, или бывают вот такие неординарные люди, но их очень мало. В принципе, можно так сделать опыт, брать, скажем, человеку кирпичного вулока, да, если там, да, тысяча человек, 990 на повал, а 10 будет, у них что-то там, ну, что-то позитивное прослется, да, нет, ну, здесь такие случаи, в Болгарии был один художник известный, это было лет 40 назад, очень известный, но такой, очень классный, а потом тоже он попал в аварию большую, ну, ее еле вытащили, как Ландау академика, служили, он выжил, он прорисовал в совсем другом жанре, совсем другой стиль, но все так же здорово, понимаете, ну, вот, не знаю, что вам еще сказать, а по поводу магии, это все, как у нас был такой профессор, третий кол, институте, ух, он нас, закручил сначала, мы боялись, как огня, а потом, а так полюбили, такой был классный мужик, он-то, он ненавидел медицину, говорит, медицина, это, как настой на костях моей бабушки, да, тут и терпеть ему, ну, вот, идея синкорзия такая была, у всех что-то есть такое, кто-то верит, кто-то не верит, какие-то вопросы есть, а по практике, по самочувствию, по состоянию, или все идет, давайте как относитесь, вообще к буддизму, ну, то есть, вот эта техника, но вечера, и вообще, как бы, это будет, микрофончик, черт, по-третьему, вот выдержите, ну, как Адвайте, конкретно, там шли Романа Махаши, там вот этот, ну, Романа Махарши, да, значит, он сидел там, сфертируемого, Адвайта, система философская, собственно говоря, да, система полная, как бы, ну, система с Богом, если буддизм, религия без Бога, да, то Адвайта, она подразумевает высшая, связь между йогой и буддизмом, то есть, они, как бы, я вот, ой, трудный вопрос, понимаете, считается, что у Будды было два учителя, да, по йоге, у Драка и Рада Калама, да, они учили в йоге, но потом он их превзошел, да, через какое-то время стал более великим, то есть, если мы так посмотрим шире, возьмем, допустим, систему, ну, скажем, Джайны, там, рассматривать, там, да, буддист, школа индуизма, то, потом тибетский буддизм, там, да, и прочие эти вещи, они же используют очень многие йогу, то есть, собственно, там элементы прослеживаются в эпосе, и бхагавадгита, это вообще, так сказать, да, ну, просто, целиком йога, это в философском, да, то есть, тогда возникает простой, как бы, простая гипотеза, что если все они используют, значит, йога была просто до них, и все, как бы, да, вот это снимает все, эти вот вопросы, на все истыковки, вот, все они использовали йогу, как инструмент, потому что, видан, тут просто древнее было, это все, да, ну, йога все-таки древнее, если мы возьмем, цивилизация Хараппе, когда, значит, там, произведел, это, раскопки, там, там, лечение оспы, как вылетел из головы, значит, они брали радиоуглеродный анализ, поселения в Пакистане, код, диджи, там, еще куда-то, 7000 лет до нашей эры, до нашей эры, древнее, чем египетская первая династия, и там были эти печати, там, да, с этими вот, с людьми, которые сидят там, йога, она более древняя вещь, и как они ее применяли, ну, да, если мы возьмем, допустим, Випассану, которую Гаенко давал, вьетнамский, значит, да, это же буддистская вещь, там, я вдыхаю, чувствую себя тихо, мирно, я выдыхаю, чувствую формулировки, эти все, как нидра, только, да, с дыханием связанное, суфизм с этим стыкуется, как, непонятно, поэтому, философские системы, лучше не трогать, я, вообще-то, агностик, поэтому, как бы, ну, интересно почитать, да, разобраться, но, это неприменимо, это, это мировоззрение, это, убеждение, а в зону убеждения логика не проникает, поэтому, говорить об этом бесполезно, на мой взгляд. Ну, окей, сегодня вопросы, однако, сплошная экзистенция. Я, я попроще, вот, в сторону. Какие есть нюансы, там, дополнительные в практике, если, не то, что, пашапатанасана не получается, но, в принципе, наклон, у меня, например, там, ну, типа, под 90 градусов, а дальше начинаются усилия, и, там, задняя часть ног тянет сразу, ну, то есть, гибкость, ну, типа, вообще не позволяет. Ну, как бы, так сказать, ну, допустим, если вы пытаетесь, допустим, что-то сделать, и у вас не получается, ну, в обычной жизни, вы что делаете? Не делаю. Ну, сам просто ответ, не надо трогать это. Вы делаете то, что получается, да, время от времени, тестируете, я думаю, что, часто такой случай бывает, встречается, что человек, допустим, вот, не может сгибаться, в пашапатанасане идет. Хорошо, делай все остальное, то, что получается. Проходит год, ты ждешь, он работает с организмом, он все равно смягчается. Потом попробуй шапа, оно уже лучше, уже начинает получаться. Просто, к чему эти желания? Вот, Пашамана, это как в тантре. Если освоить эту позу, то станешь бессмертным. Ты же как, ну, это же комедия, да, это посолы. Вот, поэтому не упирайтесь, найдите какую-то альтернативу, и все, или вообще выбросьте. И делайте все остальное, но делайте хорошо. А сталкивались в 90-е или начале 2000-х с тантра-йогой, которую давал Лапин, Андрей. Андрей Лапин? Да. Ну, во-первых, а где сейчас Андрей Лапин? Он сейчас в Таиланде, на Самуи. Я понимаю. И, видимо, преподает он там в большинстве случаев. За последние 20 лет он сильно изменился. Да, раскачался и, да. Так вот, значит, я, личное мое мнение, в принципе, что Андрей Лапин, это очень хороший манипулятор. И то, что он дает, не знаю, вот, была такая пословица, я люблю пословицу, Даля, 19-го века, но они очень качественные. И вот там, как сказано там про этих наших психослужителей, говорит, вот их души бьется, а в карман лезет. Значит, да, у него уже были несчастные случаи, они там кидались из окон эти бедные тетки, там, чего только не было. Понимаете, все это дурно очень пахнет. И поэтому я, это, как сказать, ну, некая реинкарнация Тетерникова. Понимаете, или Тетерникова, Тетерникова был раньше. Это вообще, так сказать, мирзависты, я клейма ставить некуда. Ну, а Лапин, не знаю, я его не одобряю, это мое личное мнение. Но, кому-то нравится, кто-то наркотики употребляет, ему нравится. Ну, употребляйте, ребята. Поэтому, как бы, вот, мое мнение об этом такое, личное, не очень хорошее. Потому что, если человек делает то, что может кому-то повредить и вредит. Потом, я знаю, эти семинары, мне люди рассказывали про все это. как-то так. Еще вопросы? Я просто знаю всех, за 50 лет, я знаю, тут у всех, кто был более-менее. поэтому не спрашиваю. Да. поэтому, если вот, сейчас я отдал, сейчас свою книжку, в этот самый, мне написал, типа, истории йоги в России, да, ну, в СССР. Ну, вот, в Нижний Новгород, ты дал там, диком. Если они напечатают, у кого там в варианте выйдет, оно интересно найдет. Вот, вот, подождать, пока они там, потому что я пишу и про живых, и про мертвых, живые, не любят. Конечно, да, поэтому, как говорят, правда, то несколько золота всплывает, да, вот, поэтому там, пускай юристы посмотрят, чего, как, ну, ежели выйдет, то да, все ознакомитесь с этим. Еще вопросы? Как говорил товарищ Сухо, вопросов нет. Спасибо за внимание, приходите к нам еще. Это твой момент.